Салам алейкум! Такой большой ключ! Я рада с тобой прямо такой массивусенький! Как твои дела, настроение? Ничего, хорошо, дела, настроение тоже отлично. Вот приехали бои посмотреть. Сегодня, я вижу, ты с каким-то определенным бойцом был? Да, с нашим братом. С Красноярска. Давно знакомы, они приезжали к нам в зал. Еще давно. И попросили поддержать. Сегодня приехал поддержать наших братьев с Красноярска. Выиграл? Да, выиграл. Как? Досрочно. Досрочно? Молодец. Это было очевидно, если честно сказать. Он такой на конференции. Тот парень, знаешь, он такой, как сказать, ноунейм, в плане того, что он неизвестный. Да. Из-за этого была опаска того, что он может какой-то сюрприз преподнести. Шальной? Да, да. Сегодня тут спорт, все бывает. У тебя как вообще дела? У самого в спорте, в тренировках? Спасибо. Краски. Давай еще раз. У тебя у самого как дела в спорте, в подготовках? Ничего, потихонечку. Сейчас помаленчку готовимся, набираем обороты и бои будут только интереснее. Тебя в сентябре ждать на хардкоре или на Атлесскарине? Сейчас точно не могу ответить. Посмотрим. Даст Бог, да, может увидеться. Слушай, вот твой бой, я не вспомню сейчас его имя. На хардкоре ММФ мы с ним дрались, он тебя нокаутировал в первом раунд. В первом, да? Это было, по-моему, в первом раунд. Да. Как ты вообще оклемался после этого? И повлияло это вообще на твое внутреннее состояние психологическое? Мало кто знает, что бой был в 5 утра. Я знаю. Да, мы дрались. Ну, ты знаешь, вот, зрители не знают. Бой был в 5 утра. Честно говоря, сонное состояние было чуть-чуть. И еще ты вышел. Я хочу заметить тот момент, что он вышел в октагон. Это все на монтажении показали. И он еще ждал минимум полчаса. Пока тому типу заклеят, короче, какую-то татуровку он сделал, да, временную. Его заклеили. Рекламу, да, там. Да, рекламу ты сделал, там, временную татуировку. И он еще, ты еще ждал полчаса минимум. Ну, это не отговорка, да. Ну, может, повлияло. Может, повлияло. Может, повлияло. Может, повлияло. Не знаю. Как случилось, так случилось. Все бывает. Ты вышел на бой, стоишь в октагоне, ждешь полчаса соперника. Да, да. Стоишь холодный, без маки, без ничего. Да, да. Я помню, тебе еще полотенца накидали. Да, да, мне дали кофту, да, дали мне. Накинул кофту, да. Я стоял, ждал. Ну, психологически как? Нормально. Тяжело было первое время. Потом восстановились. Я по любителям проигрывал тоже. Так что проигрыш – это так. Это маленький шаг назад для разгона вперед. Да, да, да. Как говорят. Скажи, пожалуйста, есть ли определен какой-то соперник, к которому у тебя реально есть ненависть, и тебе хотелось бы его реально раскатать? Ну, прям… Ну, помимо Берчика. Я бы сказал, Берчика, понятно, да. Помимо него. Пройденный этап. Да. Все знают мой конфликт с Шульским. Да. Все-таки, я думаю, этот реванш надо сделать. Поставить себе точку на лигу и решить все наши недоразумения с ним. А так, много ребят, кому есть спортивный интерес и с кем, я думаю, в этом или следующем году мы подеремся. Скоро увидите. Если это будет с Павлом Шульским, это будет на нашем деле? Да. Как сжег ты их пояс после этого, я думаю, они не захотят тебя видеть в этой организации? Да, я думаю, они… Как бы есть у него какая-то ненависть ко мне, неприязнь, но я думаю, поверю. Если я захочу, я подерусь там. Дадут они этот бой? Да, конечно. Этот бой интересен любой организации. А у Шульского контракт с ними? Я не знаю, у Шульского контракт с ними или нет, но посмотрим. Может, это будет на хардкоре. На хардкоре. Да. Друзья, давайте вы навалите в комментариях, за кого будете, блядь, быть на противостоянии. За Павла Шульского или за Ислама Каримова? По прозвищу? По прозвищу? По прозвищу? Я не помню. Я тоже. В общем, друзья, от вас лайки, комментарии по этому поводу. Ждете ли вы реально этот реванш? И в какой организации бы хотели это увидеть? Тебе спасибо за комментарии. Саламу алейкум. Успехов, бояр. Спасибо.